Переведено и озвучено парнями из коридора. Чё как, возвращаясь на реакцию художников по VFX. Вы можете увидеть мои болливудские очки, но мы смотрим не настоящий болливудский фильм, а нечто похожее на него. На самом деле это небольшой фильм, о котором вы, возможно, слышали. Он называется «Флэш». Я думаю, это круто, мужик, мне это нравится. Это круто, видишь, здесь есть стиль, который мне очень нравится. И мы не будем смотреть кучу разных фильмов. Сегодня мы посмотрим только Флэша. Это спешл Флэша. Если говорить о фильме, то это было довольно забавно. А вот эффекты, с другой стороны, я думаю, что вы хорошо проведёте время за просмотром этого фильма, потому что там есть много чего интересного. Да, а вот тут-то они переходят черту, чувак. Скажем так, мы совершим небольшое путешествие на Полярном Экспрессе. Все на борт! Все на борт! Это опенинг фильма, то есть первый раз, когда мы видим, как он бежит на суперскорости. Мне нравится, нравится этот зум-эффект, это весьма круто. Круто, да? А вот это странно, он бежит очень быстро, но его шаги в слоу-мо. Да, и я понимаю, что они делают. Идея, в общем-то, в том, что он движется так быстро, что трение не влияет на него, поэтому он как бы скользит по поверхности. Но что странно, тогда ты вроде как ожидаешь, что это будет больше похоже на движение на коньках, или что-то такое. Но вместо этого мы получаем просто такого бегущего Флэша, который просто скользит, что выглядит как плохой визуальный эффект. И вопрос в том, если тут все правильно, не значит, что это будет выглядеть хорошо, а если это не выглядит хорошо, должно ли это быть в финальном результате? Потому что как бы супергероев вообще не существует, просто сделайте что-то, что выглядит круто, и все будут довольны. Вот это вот круто, мне нравится этот занос до остановки, типа все это электричество и энергия. Если бы я был в кинотеатре и смотрел бы фильм, похоже, что я бы все же был увлечен происходящим на экране. Да, я посмотрел этот фильм первый раз вчера вечером, я так много слышал о визуальных эффектах, я думал, что погружусь в них. И на самом деле, после вчерашнего просмотра, я понял, что там гораздо больше, чем я ожидал. Окей. Итак, будьте любезны, придержите свои подгузники, потому что первое, что мы собираемся разобрать, это сцена с младенцами. Брюс, тут черти что творится? О, вау, посмотрите на это, его голова полностью отрезана от тела, а они буквально прикрутили его голову, возможно, с настоящей маской. А весь костюм от подбородка вниз, это CG тело. Да, на самом деле, тело и голова анимированы как бы отдельно. Это тот же самый эффект, который мы видели в «Противостоянии» у Железного Человека и Роуди, когда у вас есть полный CG костюм, и вы пытаетесь подружить его с реально отснятым лицом. Технически это как будто работает, но мы все равно можем сказать, что что-то здесь не так. А, нет. Это рушится крылом. Окей, это уже Болливуд. Это Болливуд. Да. Младенцы, младенцы. О, боже мой. Она кинула ребенка? О, я вижу, что происходит. Значит, ему нужно больше калорий, иначе время начинает снова ускоряться. Да, это срочно. Все эти дети умрут. Ему нужно больше, и тут буквально летят скальпели, а потом еще и алкоголь, который сейчас разобьется. Да. Ладно, это безумие. Размер головы у него, да, нестандартный. Они его обольшеголовили? Типа у него увеличилась голова, когда он съел последний кусок конфеты. Вы это видели? Нет. О, вот оно. О, вау. Большая голова. Чувак. Потому что он делает вот так. Я думаю, сейчас и моя голова выглядит больше. Это типа плавающая голова. Это буквально плавающая голова. Она огромная, чувак. Голова как будто делает так. В то время как тело стоит неподвижно. Его голова слишком большая, чувак. Примерно в два раза больше. Чувак, дело не в шее. Дело не в шее. Там явно проблема с головой. Я думаю, что самое слабое место во всей этой сцене — младенцы. На мой взгляд, дети просто нереалистичны ни на секунду во всей этой секвенции. Они буквально самые слабые персонажи в этой сцене. Физически и буквально, и метаморфически. Вот этот. Этот выглядит очень хорошо. Это настоящий младенец. Нет. Вот, вот настоящий младенец. А в микроволновке он не был настоящим. Я просто сказал, что это не выглядит ужасно. О, подождите. Ты уверен? Мне кажется, это может показаться грубым, но это похоже на пляшущего ребенка из сына маски. И я подумал, о, Warner Brothers, Looney Tunes. Мне показалось, что они попытались пойти в этом направлении, чтобы это было похоже на Looney Tunes. Но, опять же, это основано на реальности в большей степени, где вы должны заботиться обо всем таком. И это странно, как будто два стиля не очень хорошо сочетаются. Я даже не знаю, назвал бы я большинство из этого плохим CG. Просто это настолько абсурдно, что вы должны понять, что это CGI. И никакое качество визуальных эффектов не заставит вас сказать, о, это реально. Например, посмотрите на то, как земля проминается под его ногами, когда он убегает. Типа это невероятно хорошая детализированная работа с симуляцией, и все выглядит потрясающе. И все же я сижу здесь и такой... Да, тебе все равно. Это реальность. Я ломал голову, потому что смотрел на визуальные эффекты и думал, что большинство из них сделаны очень хорошо. Младенцы, конечно, привлекают внимание, а человеческие лица, как мы уже много раз разбирали, это самое сложное, что можно сделать. Это опасная дорога, по которой нужно идти. Да. Потому что, типа, ваша идея, помимо того, что вам нужно все продумать, вам нужно как можно больше привязать ее к реальности, чтобы нам было не все равно. Ну, то есть, что мы видим в RRR, верно? Визуальные эффекты были не на уровне аватара, но они развлекали. Они были настолько интересными, что мы даже не задумывались об этом. Ты просто такой... Какая классная концепция. Да. Я думаю, что они надеялись, что это все компенсируется теми творческими способами, которыми он спасает детей, но... Не знаю, для меня это все слишком странно. Да. Ау. Барри, у тебя там все хорошо? Так, подождите, здесь куча кадров с клоном. Да, потому что на протяжении большей части фильма там два Эзра Миллера. Окей, здесь происходит какой-то дикий композ. Да, я чувствую тут кое-что. Мое паучье чутье покалывает. У них, наверное, есть запасной актер, и они заменяют голову. Парень с наушниками, я о нем говорю. Да. Да, парень с наушниками. Видите? О, да. Цифровые наушники! Цифровые наушники! Наушники в этой сцене на самом деле очень хорошая идея. Воу-воу-воу-воу, вот кадр, на который надо смотреть, кадр, где он стоит позади него. Следите за линией шеи и наушниками, они просто плывут сами по себе, они просто слетают с катушек. Да, ты прав, да-да. А еще у меня такое ощущение, что все его тело там на самом деле цифровое. Да, да, так и есть. Думаю, ты прав, чувак. Так что я теперь все больше и больше убеждаюсь, что Барри Аллен в наушниках полностью цифровой на протяжении всего этого движения камеры. Работа с волосами очень хорошая. Очень хорошая. Очень-очень. Впечатляет. Вы думаете, это CGI лицо? Да, я считаю, что да, и возможно, тут также используется дипфейк, но я согласен с Реном, что это полностью CG, потому что, опять же, он не подвижен. Оригинальный Барри подвижен, он в динамике и относительно камеры, но CG персонаж непоколебимо стоит на месте, все движется вокруг него. Так что да, если вы хотите использовать на линии глаз теннисный мяч или что-то подобное, он может это отыграть, чтобы в кадре все было очень динамично, очень амбициозно, черт, честно говоря, финальный результат очень хорош. Это, типа, самое впечатляющее, что я видел из всего фильма на данный момент. Да. Я бы хотел увидеть разбор этой сцены. Да. Я бы тоже хотел, да. Я думаю, дело в том, что существует множество различных способов, как можно сделать эту секвенцию, но вот этот достаточно хорош, и мы пока можем лишь гадать. И я думаю, тот факт, что мы даже обсуждаем это так серьезно, говорит о том, что это было, типа, хорошо, это было здорово, знаете, вы заставили нас думать об этом, а не просто воскликнуть «О, CG, детка». Давайте, давайте, черт возьми, подкинем еще крутоты. Подкинь еще, хочу больше. Я хочу увидеть, как он вибрирует в дверь. Чувак, это будет прямо сейчас. Окей, это реально классная идея. Квантовое туннелирование — это действительно крутой концепт. Что такое квантовое туннелирование? Когда ты вибрируешь через дверь. Или что-либо другое. Ну, то есть, все состоит из атомов, верно, но атомы также почти на 100% состоят из пустого пространства. Так что, теоретически, вы можете иметь вещи, просто проходящие через квантовый туннель. То есть, да, если вы посмотрите на футбол, у вас есть люди, защищающие людей в нападении, а нападающие пытаются их сбить. Ну, знаете, убрать их с дороги, сломать лодыжки защитникам. Если вы сделаете это с атомами, просто продолжая стрейфиться туда-сюда, то в конце концов сможете пробить себе дорогу вибрацией. Это реально хорошее описание. Да, возможно, так это и работает. Посмотрите на это. Давайте посмотрим, я хочу это увидеть, я уже получаю крутые вайбы от этого. Давай, детка, давай, посмотрите на это. Я думаю, это круто, чувак, я обожаю это. Это круто. Также технически они сделали дверь толщиной около 10 микрон. Как будто можно посчитать атомы, через которые они проходят. Просто она должна быть намного толще, чем у них. Типа они должны были делать это часами. Ладно, нерды. Я пытаюсь тут насладиться фильмом. Это прекрасный кадр, камон. Я согласен, согласен, это супер круто. Пожалуйста, оставьте ревью на МГБ только о том, что тут не хватает микронов. Я хочу, чтобы они выпустили больше микронный кат этого фильма. Больше микронный кат. Что? О да, детка, вкуснотища. У него там что-то с лицом. Там как будто немного размазано. Так, это настоящий Барри слева и цифровой Барри справа. Да, цифровой Барри, сто процентов. Чуваки, это круто, мне нравится. Это круто. Окей, это... Чёрт, вживательный мальчик Гамби. Видите, теперь у этого есть стиль, который мне очень нравится. Оу, что за чёрт? Он прорывается, так что теперь он, по сути, находится в центре времени, я полагаю. Размазанность придаёт ему стиля, понимаете? С таким лицом определённо. Ну, это субъективно, это супер субъективно, понимаете? Всё остальное до этого, например, быстрый бег, это типа, окей, мы сделаем это быстрым с моушенблюром. Но как показать перемещение по квантумному пространству? Вы должны придумать это и сделать это интересным, и я думаю, что это интересно. И тут у нас безумный эффект калейдоскопа. С зоотропа. Да? И это, конечно, очень интересный кадр, но сейчас он немного напоминает Полярный Экспресс. Да, да, именно так, это очень похоже на Полярный Экспресс. Я помню того CGI-ребёнка. Да, из Полярного Экспресса. Я же говорил, что они ему там голову закомпозили. Ты не поверил мне? Это очень хорошо, но типа нет. Она полностью отделена от тела. О, он просто погружается туда-обратно. Чуваки, весь фильм это плавающие головы. Да, вот тут-то они и переходят в черту, чувак. Супермен из Полярного Экспресса. Мы знаем Генри Кевилла, мы знаем, как он выглядит, и... Мы знаем, как он выглядит без усов, и это не то. Что за пиздец, чувак? Выглядит так, что всё остальное тело вроде бы в порядке, но потом смотришь в его мёртвые глаза. Да, там совершенно ничего не выражено. Если бы это делал Генри Кевилл, он бы, наверное, сделал такое лицо, знаете, типа... Или типа... Или что-то в этом роде, вместо того, чтобы просто... Человеческая Экспрессия. Человеческая Экспрессия, вот этот термин, да. Да, всё так. Это паршивый эпизод. Кстати, мы сейчас очень-очень плохие пацаны. Чуваки, и чёртов Бэннафлик тут! О, боже мой! О, манекен! Этот манекен — самая реалистичная вещь во всей этой сцене. Почему они не используют модели получше? Разве у них нет лучших цифровых дублёров для этих многомиллионных актёров? Ну, знаете, звёзды из списка А. Я думаю, что они, вероятно, используют их. Они используют их, потому что это похоже, что, может быть, это другая VFX студия, и у них нет к ним доступа. VFX студии очень открыты в плане обмена ассетами и всё такое, так что отсутствие нужной модели — не проблема. Это интересно, потому что художник Зак Маллиган, который указан на МДБ, он работал над этим фильмом и пришёл поговорить о нём. Потому что, очевидно, когда выходят такие фильмы, на VFX обрушивается вся грязь, им говорят, «О, парни, вы отстой, это плохо». И хотя объективно это отвлекает от качества фильма, реальность такова, и Зак об этом говорил. В мире VFX сейчас как никогда суровая гонка на понижение в том, что касается тендеров. Как будто студии натравливают друг на друга, вы должны сделать это дешевле и быстрее. А потом сверху спускается ТЗ, и руководителям совершенно наплевать на ваше время. Работайте сверхурочно, работайте по выходным. Типа им просто надо сделать всё к какому-то сроку, потому что в конце концов акционерам такого рода компании наплевать на качество CG. Вы, зритель, проглотите это? Если вы проглотите и заплатите нам за это, мы просто бросим это вам. Так что в каком-то смысле такая обратная реакция на пользу VFX художникам. Потому что похоже на то, что мы не собираемся просто продолжать принимать это как должное. Типа в определенный момент мы ожидаем определенного качества и определенного внимания к персонажам, которых мы любим. Так что я просто официально заявляю, что да, мы сурово относимся к конечному результату, но я ни в коем случае не виню художников по визуальным эффектам. И я думаю, что вы, парни, солидарны. Типа это результат жадности. Ну да, режиссер Энди Мускетти говорил, нет, это и должно выглядеть странно, потому что это его перспектива, если это типа, типа сущность искажения времени. Это очень жалкое оправдание. Это реально жалкое оправдание. И еще, как это повлияет на канон Полярного Экспресса? С чьей точки зрения мы смотрим на поездку в поезде? Это точка зрения Тома Хэнкса или ребенка? Если бы в этой карусели был ребенок в очках, я бы просто умер. Но в конце концов, если вы снимаете фильм, и у вас есть выбор, время и деньги не имеют значения. Вы говорите, окей, у нас есть эта огромная карусель возможностей, воспоминаний, актеров, эпизодов и всего остального. Хотите ли вы тут фотореализм, или хотите, чтобы это выглядело как Полярный Экспресс? Вы выберете... Полярный Экспресс. Полярный Экспресс, очевидно. Десять из десяти раз. Итак, теперь мы это защищаем. Да, на самом деле, это, возможно, худшие визуальные эффекты в большом фильме о супергероях за долгое время. Это хорошее замечание, но я говорю о том, что прямо подпишитесь. Вот это лицо человека. Это так безумно. Подпишитесь. Лайки, подпишитесь. Кстати, о Бёрнинг Мэне. Да, да. Дженерик пустыня, посреди ничего, идеально ровная, насколько хватает взгляда. Вау, что за хрень? Ладно, это круто. Это неплохо. Я не знаю, что это было, но это было круто. Чувак схватил ракету. А ракета всё ещё держится. Да, чувак. Найс. И он поймает это. Мне это нравится. Это круто. Это круто, да. Он впивается в руку. Потому что это круто, потому что это необычно, понимаете? Обычно в фильмах мы не видим такой механики слияния. Мне это нравится. Да, это часть его руки теперь. Реально классная идея. Знаете, всё же в этом фильме есть много интересного. Обратно в пантеон. В пантеон, да. Это типа музей изобразительного искусства. Как мы назовём эту секвенцию? Подождите, что это за сферы, пробивающие стену? Это другие циклорамы, или как они там называются? А, понял, да, да. И вот тут мы начинаем переходить на территорию камео. И вот этот вариант, который я часто видел в сети, упоминался как «что они делают?». Потому что эти камео на самом деле не значат ничего в рамках сюжета фильма. Больше похоже на то, что руководители Warner Bros. сидели и думали, кого ещё мы можем сюда засунуть? Как нам накормить их? Как нам накормить фанатов? Кого они хотят видеть? Так что это как бы чистая территория фан-сервиса. Это чистый фан-сервис, как будто мы прорвались в другую вселенную. Кто это? Появление силуэта. Кристофер Ривз. Кристофер Ривз, его полярная экспрессия. Адам Вест? Адам Вест, окей. А кто у нас ещё есть? О, вот это хорошо, вам понравится. Нет, это тот, о ком я думаю. Это он! Кто это, Сэм? Это же... О, боже мой. Вау. Ник Кейдж? Но он полностью цифровой. Да. Типа его вообще для этого не снимали. Вау. Все полярно от экспрессионы. Могли бы эти лица быть лучше? Наверное, если бы у них было больше времени, но... Но у них не было больше времени. И честно говоря, я думаю, что они немного работают против себя, потому что на данный момент, например, когда мы только видим Ника Кейджа, мы думаем, это круто, это похоже на Ника Кейджа. Но потом камера вращается вокруг, и мы получаем полный вид, и думаем, о, подождите, это же 3D-модель. Типа, если бы они оставили всё как есть, то почти получилось бы. Да, она разваливается в тот момент, когда камера начинает вращаться вокруг него. Да, и как только глаза перестают светиться, до этого типа выглядит идеально, продано, а потом, о, да, глаза из зловещей долины. Да, свечение скрывает зловещие глаза. И то же самое с Крисом Ривзом. Сначала всё выглядит просто замечательно, а потом камера начинает крутиться вокруг них, и ты всё понимаешь. Вот здесь выглядит как проджекшн. Волосы отличные. Волосы в порядке, да. Это ещё одна вещь, которую я заметил. Все 3D-модели людей, все волосы, это невероятно, но лица — это то, что портит всё впечатление. Концептуально этот фильм делает столько классных вещей, и даже несмотря на все недостатки, я получил удовольствие от просмотра, я смеялся, я хорошо провёл время, то есть лично я не ожидал ничего выдающегося. Это пример работы над визуальными эффектами, которая страдает от треугольника ожиданий. Дёшево, быстро и хорошо. Вы можете выбрать два варианта. То, что мы видим в визуальных эффектах здесь, это пример работы художников, у которых не хватает времени. Мы знаем, насколько развиты эти художники технически, и что они могут. И когда мы видим плохие визуальные эффекты, как этот, я чувствую, что стандартный результат — обвинить художника. И я бы сказал, что многие вещи в этом фильме великолепны. Дело в том, что все эти цифровые люди, когда вы пытаетесь воссоздать человека, знаете, не каждый может это сделать. Это самое сложное, что можно сделать в визуальных эффектах. И дело даже не в количестве времени, которое у вас есть, а в том, что многие из лучших технологий мы видели в Аватаре, и они являются запатентованными. Да, так что вы не можете просто нанять другую VFX Studio, чтобы повторить это. И когда вы готовитесь к этому, и я не столько о том, есть ли у вас бюджет или что-то в этом роде, сколько о том, работаете ли вы вообще с правильной командой для этой конкретной задачи, Знаете, мы высмеивали многие из этих кадров, и мне даже как-то неловко, потому что мы могли высмеивать то, над чем художник буквально работал 80 часов в неделю, чтобы сделать этот кадр. А мы просто высмеиваем его. Так что я чувствую себя неловко, но в то же время это не их вина, как ты и сказал. Мы просто чувствуем себя неловко, Ник, ладно, мы чувствуем себя неловко все время. Спасибо, что досмотрели до конца. Хотите больше, переходите на мой Бусти и поддержите меня там. Ютуб запретил мне выкладывать ссылки в описании, так что можете перейти на главную моего канала и оттуда уже на Бусти. Буду рад любой вашей поддержке. До скорого. Ты ни за что не поверишь, что сказал Сэм. Что-то плохое. Я останусь при своем. Продолжение следует...